Сейчас в Украине временно или постоянно проживают около 80 тысяч российских избирателей. В день выборов в Госдуму для них будут организованы 4 участка для голосования в помещениях российских депредставительств. Киеве, Харькове, Львове, Одессе. Однако возможность людей прийти на эти участки под большим вопросом. Накануне официальный Киев заявил, что парламентские выборы в России незаконны, запретил проводить голосование на своей территории. Об этом решении украинский МИД уже официально уведомил своих российских коллег. К поводам власти Украины называют организацию парламентской кампании в Крыму и требуют отказаться от проведения выборов на полуострове. В свою очередь в российском Центросбиркоме такой шаг уже назвали недружественным и дискриминационным. Неясно, как именно Украина может помешать проведению выборов в дипломатических и консульских представительствах, территория которых, согласно Венской конвенции, считается неприкосновенной. Пока в российском Министерстве иностранных дел ждут разъяснений, с ситуацией уже пообещали разобраться еврочиновники. В мировой дипломатической практике это фактически прецедент. Российская сторона обращает внимание на то, что в 2014 году Москва не препятствовала проведению досрочных президентских и парламентских выборов в Украине на российской территории. Эксперты считают, самое время вмешаться международному сообществу. Я не исключаю, что этот вопрос может быть вынесен в Совет Безопасности тот же ООН или рассматривается на других площадках. Ситуация зашла в глухой угол в какой-то мере и без экстренного вмешательства стран Нормандской четверки, без каких-то договоренностей на уровне США и России, ситуация грозит вылиться в более широкую эскалацию. И политическую, и военную, возможно сказать, вплоть до разрыва дипломатических отношений по грузинскому сценарию. Российские дипломаты в Украине смогут проголосовать в любом случае. Что же касается граждан России, помешать им прийти на участки теоретически могут радикалы, которые готовятся к акциям протеста возле российских представительств 18 сентября. Центризбирком России призвал избирателей, живущих в Украине, сделать свой выбор в российских приграничных регионах, а также на одном из семи участков в Беларуси. Российская сторона уже обратилась к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с настойчивой просьбой содействовать снижению напряженной ситуации вокруг российских загранучреждений в день выборов 18 сентября. Любые провокации или беспорядки со стороны украинских радикальных групп могут серьезно осложнить. И без того непростые двусторонние отношения Киева и Москвы.